Всем привет! В этом видео я покажу места в GTA 5, на которых находятся редкие затюнингованные машины. Все эти места работают как в онлайне, так и в сингле. И найти эти машины сможет абсолютно каждый. И первая машина, которую я вам сегодня покажу, находится вот на этом месте, которое я сейчас показал на карте. Она находится в Лос-Сантос Кастом, и на самом деле в этом месте спавнится довольно большое количество машин. И если даже она там не появилась, то можно просто отъехать, и она должна там обязательно появиться. Вот, например, у меня машина не появилась, я отъехал на какое-то расстояние, чуть-чуть поездил, вернулся обратно, И сейчас уже тут стоит вот такой вот Porsche, который в игре называется Comed. И вот такую машину можно получить абсолютно бесплатно. Если мы приедем еще в другой раз, то тут уже будет стоять вот такая абсолютно полностью раскрашенная, абсолютно другая машина. Так, и следующее место находится вот на этом месте на карте. И тут уже не как в прошлый раз, то есть на этом месте спавнится только одна машина. Это Muscle Car, и он полностью абсолютно бронированный. И на этой машине можно абсолютно замечательно ездить, как и по бездорожью. И благодаря тому, что она, блядь, бронированная, на ней очень удобно угонять от копов. По вам просто не будет идти урон в машину. Ну и следующая машина, которую я сегодня покажу, является, наверное, самой легендарной всей серии GTA. У нее есть много разных названий, но в GTA 5 она называется Liberator. И она просто идеально подойдет для езды по бездорожью. Для этой машины абсолютно нет преград, и она приедет вообще что угодно. Ну и запоминаем это место, и переходим к следующему. Ну и следующее место я сейчас показываю на карте, на котором спавнится довольно много разных спортивных и затюнингованных машин. Это место я много раз показывал в своем ТикТок-канале, и сейчас показываю на Ютубе. Например, в этот раз нам попалась вот такая машина в хромированном цвете. И кроме как этой машины, тут может спавниться также Зинторна, Бугатти и очень много других машин с тюнингом. И следующая машина, которую я покажу, находится вот на этом месте на карте. Ну и запасаемся каким-нибудь внедорожником и едем из-за ней. И эта машина является прототипом Белаза из реальной жизни. Эта машина является, наверное, вообще самым большим наземным транспортом в GTA 5. На ней можно просто выезжать навстречу и давить все машины, которые едут на вас. Вот настолько она огромная. Ну и что, запоминаем это место и переходим к следующему. Ну и следующая машина, которую я вам покажу, находится вот на этом месте на карте. И находится она на горе Чилиад. Эта машина является внедорожником и ее название Баги. Из своего опыта я понял то, что эта машина спавнится тут абсолютно всегда и вам, скорее всего, не придется возвращаться обратно и приезжать сюда же. На ней вы просто сможете рассекать по внедорожью и она справляется вообще абсолютно любыми препятствиями. Ну а в конце этого ролика я бы хотел вас попросить поставить лайк и подписаться на мой канал. Сейчас у меня появилась большая мотивация снимать не только в GTA 5 и по многим другим играм. И такие большие блогеры, например, как Marmok, тоже начинали с маленьких цифр. У них было мало просмотров так же, абсолютно так же, как у меня. И я вот это видео выкладываю просто как начало своей, надеюсь, что будущей ютуберской карьеры. К чему я это веду? А к тому, что нет гарантии на то, что, например, я не стану таким же, как они. И у меня не будет через пару лет десятки миллионов подписчиков. И каждое мое видео будет набирать миллионы просмотров. Ну а с вами был Сэнто, увидимся в следующем видео.